Спасибо, что пришли на мой доклад. Меня зовут Вадим Хомчик, я являюсь сетевой компании Alconost. Пару слов о себе. Я уже около 13 лет в сфере IT. Моя страсть личная – это архитектура, процессы и их автоматизация. Люблю писать код, фанат технологий, всех новых новинок, которые появляются. Также у меня за плечами несколько летний бизнес-опыт. Возможно, это как раз мне позволяет находить некий баланс между бизнесом и технологиями, а не только преследовать технологическую составляющую большинства проектов. Пару слов о компании, в которой я работаю. Компания занимается локализацией программного обеспечения и видеопродакшеном. Но на самом деле внутренне мы скорее IT-компания, нежели чем сервисная такая, которая занимается сугубо языками. То есть у нас не сидят филологи, которые переводят, и мы делаем технологические вещи, в том числе и продукты свои разрабатываем внутренние. У нас где-то 70 плюс языков, порядка 500 переводчиков у нас по всему миру, команда относительно небольшая, 30 человек. Также у нас есть новое трендовое направление, так как многие наши клиенты, которые здесь привезены, уже давно кто внедряет agile, то, как правило, сейчас идет такой тренд, что локализация не делается так, что прислали шкаф документов и все перевозят. Она сейчас делается небольшими партиями, то есть и для этого сейчас есть такой подход, называется continuous localization, есть платформы для этого всего. То есть если вы большая компания, у вас большой продукт, то батлнеком у вас уже будет локализация, то есть на многие языки. Поэтому мы позволяем сделать так, чтобы этого не произошло. Что батлнека лучше пусть у вас будет где-то там в разработке или в тестировании еще где-нибудь. Также у нас есть свой продукт Nitro для системы переводов коротких. Про нее я потом затрону некоторые моменты именно технически. Вот. Так. И пару слов о том, о чем я говорить не буду. То есть я не буду рассказывать, как построить мега-крутой pipeline с кучей quality gate'ов и прочего-прочего для большой команды. То есть мой доклад будет больше такой евангелистичный что ли, да. То есть я не уверен, что многие вообще слышали про такую платформу. Кто, кстати, слышал про дрон? А кто его использовал хотя бы хоть как-то? Ну, пару человек есть, это уже хорошо. Также я не буду делать какое-то сравнение с существующими open-source решениями или коммерческими решениями, или SaaS-решениями, такими как Jenkins или Travis. Вот. Хотя я буду все-таки упоминать где-то про них. Но это не цель доклада. То есть я буду... доклад больше про мир И, нежели чем про мир ИЛИ. Итак, я расскажу историю, как мы вообще пришли к этому. То есть как мы пришли к тому, что у нас завелся дрон. И расскажу про некоторые особенности самой платформы и сделаю небольшой демо. Надеюсь, по времени у нас все с этим будет окей. Итак, история моя начинается два года назад. То есть у нас была небольшая команда. Мы делали свой внутренний стартап. Это был сервис по генерации видеороликов. То есть система была достаточно нетривиальной. То есть мы использовали... То есть основной проект он находился именно в АВС. Использовали Hetzner именно для... Как ферма у нас была для генерации роликов, потому что достаточно трудоемкий процесс был. И тогда у нас уже это все хозяйство крутилось на... Именно мы использовали уже тогда Docker. И у нас был Jenkins плюс Ansible для деплоя всего этого добра. Но нас, естественно, это не устраивало. И в какой-то момент мы решили, что давайте-ка мы все-таки не будем вот так вот на коленке это делать, деплоймент, то есть в таком ключе. То есть мы найдем какую-нибудь платформу, которая позволит нам как-то управлять этим хозяйством. Подчеркну, что два года назад, то есть тогда, в принципе, Kubernetes не был таким прям production-ready. То есть мы взяли и нашли такую систему, как Rancher. Может, кто-то слышал про нее, может, кто-то использует. Она до сих пор уже там версия 2.0 выходит. И они вот, по-моему, сделали ее полностью на базе Kubernetes. Мы попробовали. Нам, естественно, понравилось. Но была проблема с нашим текущим пайплайном, что не было какого-то плагина, который бы позволил нам, скажем, через Jenkins сделать автоматизацию выкладывания в продакшн всех наших имиджей, контейнеров. И стал выбор, что делать дальше. То есть написать свой плагин можно было для Jenkins. Но, честно говоря, последней каплей было… Ну, даже не то, что каплей. То есть, ладно, не было там плагина, это все мелочи. Но в конечном итоге, почему мы отказались… А, подчеркну, что в Jenkins на тот момент тоже не было еще как таковых… Это не было Jenkins 1.0, не было деколоративных пайплайнов, которые они внедрили. Возможно, может быть, и были, но это было еще очень нечто сырое. И не было Blue Ocean последнего пользовательского интерфейса, который более-менее выглядит нормально. И, честно говоря, когда в очередной раз я открыл тот Jenkins, который есть, увидел эту кучу джобов для деплоймента и прочее, прочее, ну, я понимаю, что разработчики, может быть, в глазах других разработчиков, думаю так, что, а, это же технические вещи, люди все стерпят, будут использовать, пока надо, будут использовать. Ну, а со своей стороны мы могли поэкспериментировать, и в итоге мы решили отказаться от Jenkins'а, который у нас тоже периодически падал, в пользу чего-то пока непонятно чего. Вот. И я со своей стороны решил собрать какие-то требования, какие хотелось бы, чтобы были в этой, в новой системе. То есть, чего хотелось бы именно от некой continuous delivery системы. Ну, на тот момент нам хотелось, желательно это было open source. Не хотелось платить там, какие-то ставить, разбираться с чем-то. То есть, вот open source прям. Потом. Следующий шаг был, это что-то хотелось более новое. То есть, что-то вот мы использовали докер, нам хотелось, чтобы, о, то есть, там, ребята тоже использовали тот же докер, например. Это было для нас классно. Ну, это такое было, как бы, больше эмоциональное нечто. То есть, нельзя сказать, что это было основным требованием. Нечто более легковесное, чтобы там был декларативный пайплайн а-ля Travis. То есть, нам на тот момент он очень нравился, как есть. Ну, и мы, собственно, выбирали. И что-то, что можно было легко расширить, то есть, не прилагая для этого каких-то непомерных усилий для изучения модели, как писать плагины. Что-то хотелось, чтобы можно было вот таким образом это сделать. И мы нашли такую систему. Система называлась DRONE. То есть, она позволяла нам делать, в принципе, то, что мы хотели на тот момент. То есть, написано было на Go, использовала докер. Не было Legacy наследия особо, но когда мы уже увидели, это уже была вторая версия этой системы. То есть, у них был уже отдельный SaaS и отдельный вот open source. Хотите, поставьте или не хотите, используйте SaaS решение. Очень на данный момент, на самом деле, если вот посмотреть, то есть, очень маленький сам по себе сервер. То есть, он порядка 9 мегабайт занимает. И агенты там по 4 мегабайта. Легко установить, используя Docker Compose или тот же Kubernetes. Скажите, удивил, да? То есть, там, one server, many agents. Но на самом деле, когда мы начали его использовать, не все так было. То есть, наверное, только мы могли к этому, этот дрон начать использовать. Хотя там и другие люди использовали, неважно. Но вторая версия была, она была такая, single engine. То есть, вставится такая коробка, то есть, грубо говоря, и все. То есть, там не было даже разделения на агентов, на серверную часть. Вот. То есть, мы такие были альтруисты, решили у себя использовать. Поставили большой сервак, и все это добро там крутилось. Сейчас это идет такое разделение, то есть, именно что один сервер много агентов. Для коммуникации они используют gRPC поверх HTTP второго, если кто в курсе, но неважно. И базовая особенность этой платформы, что в ней нет ничего лишнего. То есть, она изначально интегрируется с уже существующей Git-хостинг-платформой или SCM-системой, потому что Git, в принципе, желательный, но некоторые используют Mercurial. Хотя я таких людей, к сожалению, не встречал. А может, к счастью, не знаю. Вот. И поддерживаются на данный момент пять платформ. То есть, это GitHub, GitLab, Bitbucket и не совсем известные GOX и GT. То есть, это, в принципе, один и тот же проект, просто форк легковесный. Ну, и уже на тот момент было достаточно большое количество плагинов, которые покрывали все наши нужды. То есть, в частности, Rancher, Slack мы активно используем, то есть, чтобы все нотификации по нашему pipeline, по билдам, они все у нас отражаются в Slack. То есть, в принципе, если предположить, что кто-то заинтересуется последствий и захочет как-то поставить дрон, но не захочет менять, там, весь pipeline полностью переносить, ну, то есть, это неоправданно, незачем так делать, то есть, например, интеграция с Jenkins'ом. То есть, вы можете поставить его сбоку и использовать его для какого-то для начала минимального проекта, а дальше уже как пойдет. Собственно, вот так. Пойдем дальше. То есть, эта картинка здесь неспроста. Дальше мы поговорим про то, как Docker устроен не то, что внутренне, а на чем он базируется. Его основа — это именно Docker-контейнеры. То есть, каждый шаг, именно build-step в pipeline — это конкретный Docker-контейнер. И доходит до того, что, ну, если дрон мы запускаем из докера, то докер запускает докер, то есть, докер в докере получается. То есть, каждый шаг, то есть, мы основа pipeline, то есть, это дрон-емл-файл, который лежит в вашем гитхабе, то есть, именно в вашем конкретном проекте. То есть, если у вас проект состоит из множества сервисов, ну, на каждый, значит, будет свой дрон. Иемель как Travis, то есть, если кто-то использовал. И каждый наш шаг — это конкретный Docker-контейнер. Собственно так. То есть, Docker-докер в докере получается. Основа. Основное понятие, которое есть в дроне, — это workspace. Workspace, то есть, workspace — это просто папка, которая имеет время жизни. То есть, она зарождается, и в конце вашего билда она умирает. Cloning — это самый первый шаг клонирования. Это некий Genesis. Некий Genesis, который… То есть, когда дрон клонирует ваш исходный код из репозитория. То есть, он обязателен, он есть всегда. Это не так, как в Jenkins'е. То есть, вы можете собрать любой джоп или что-то с этим делать. Нет, здесь получается, что есть клонинг — это обязательно. Потом происходит какой-то билд, потом деплой. В конце — все. То есть, если вы что-то не успели сделать, ваш сбилженный артефакт куда-то отправить. То есть, в нашем случае мы, например, используем Docker Registry, то все. На этом, собственно, все. Поехали дальше. Так, ну, пусть будет так. И вот, собственно, сам pipeline. Пайплайн — это обычный email-файл. То есть, он описывается в email-файле. И вот вы можете видеть, да, то есть, у нас первый шаг, второй шаг. И вот обязательный атрибут шага pipeline — это указать имидж конкретный, который у вас будет использоваться. В данном случае привезено такой, ну, как бы два шага просто, да. То есть, мы, может, рассмотрим более подробно на следующем примере. То есть, есть, скажем так, зарезервированные слова, некоторые, которые что-то значат в контексте дрона, да. То есть, есть environment, то есть, вы можете передать ваш build-step конкретное переменное окружение. Есть conditionals, when — это при каких условиях ваш build-step должен запуститься. То есть, при авенте каком-то, который прилетает от вашего, к примеру, гитхаба. Да, я не сказал еще, что build, получается, запускает именно source control management система по вебхуку. То есть, это тоже обязательное условие. То есть, она интегрируется тесно, user management сидит в системе, и вебхук вызывает, собственно, дрон. Запуск происходит. Опять же, conditionals могут быть по бранчу, либо по платформе. То есть, какое-то. Дальше. Сервисы. Это тоже неотъемлемая часть платформы. Это зависимости. На самом деле, это все ваши зависимости проекта. То есть, наш любой сервис, микросервис, скажем, любой ваш проект, он не существует где-то по отдельности, где-то в космосе. Так или иначе, он может использовать базу данных, может использовать другие ваши сервисы, да, к примеру. То есть, и вы, когда запустите ваш pipeline, то есть, вы захотите запустить какие-то тесты, то есть, прогнать его. Соответственно, вы должны будете в данном случае, то есть, вам эти сервисы, они будут подключены в качестве зависимости просто. То есть, вы к ним можете обратиться именно по имени через… То есть, в данном примере это, например, если вы подключили MySQL, это будет Database, Selenium, то есть, именно у них будет конкретное имя, то есть, по Http, это может быть ваш сервис, которому вы будете там использовать API какой-то ваш, который вы вместо этого подключили mock, то есть, по данному API. И самая фишка основная – это плагины. То есть, плагины здесь language agnostic, то есть, они не привязаны никакому языку. То есть, вам не нужно изучать модель, которая в случае Jenkins это Java или еще в каком случае, может быть, что угодно. Здесь плагины – это, по сути, такие же, точно такие же докер-имиджи, но с особенностями. Что? Тут есть еще такой пункт интересный – секреты. То есть, это вот наряду с предыдущими слайдами. Секреты – это, скажем так, те… Ну, это какие-то ключи, то есть, которые не должны быть публичными. То есть, вы не можете запихнуть все это дело в dot-drone.eml, ну, потому что все про них узнают. Поэтому они хранятся в мастере и потом уже передаются в момент сборки конкретным агентам. Так вот, что такое в итоге плагин? Плагин – это докер-имидж, к которому все поля, которые перечислены здесь, то есть, вот здесь, они передаются в виде переменных окружений. То есть, это просто обычное переменное окружение. То есть, представьте, у вас вот есть, запускается докер-контейнер, и ему в envah ваших переменных окружений сидят какие-то конкретные значения, которые вы указали в вашем пайплайне. И то есть, они будут, тут есть еще особенность такая, что они будут с префиксом плагин-подчеркивания. Секреты будут вот как здесь перечислены, то есть, докер, например, вот вы используете там для логина докер, докер-пасворд, то есть, они будут подключены именно таким образом. В принципе, это все, что нужно знать про плагины для докера. То есть, то есть, так получается, что вот вы, в принципе, уже знаете, как писать плагины. То есть, вы как бы вот услышали пару вводных фраз, то есть, в принципе, вы можете сегодня вечером там сесть, но сегодня вечером не надо, наверняка многие из вас будут на виски пать. Можете сесть и спокойно написать необходимый вам докер, дрон-плагин. Пару слов о кешировании еще. То есть, каждый раз, когда прогоняется pipeline, у вас выскачиваются какие-то зависимости вашего проекта, библиотеки. То есть, если каждый раз так делать, то наверняка время сборки увеличивается в разы. Механизма кеширования как такого нету. То есть, если вы хотите что-то закешировать, подключайте соответствующие плагины. То есть, существуют плагины для SFTP, S3 и Volumes, это когда вы можете ваш кеш сбросить на конкретный раздел, именно где запускается ваш агент. Ну и все. То есть, вы что-то делаете, то есть, что-то восстанавливаете кеш, что-то делаете, и кеш сохраняете. Я потом покажу в примере, как это, в принципе, делается посредством плагина. Ну и это бы не было, в принципе, continuous delivery какой-то платформы. Если бы мы не могли делать промоушен, не могли бы, примерно, сказать, что вот этот билд, пожалуйста, давай его в продакшен или еще на какую-то среду. То есть, у кого как это устроено. То есть, мы как бы делаем таким образом, что здесь есть тип ивента отдельный, который не приходит от SM-систем типа GitHub. Тип — это deployment. Ну и вы указываете, к примеру, что environment для этого всего — это production. Ну и здесь его можно промоушен запустить именно из command-line интерфейса. То есть, есть отдельный command-line интерфейс, который вы ставите. То есть, и запускаете. Пишите drone deploy, указываете конкретные репозитории проекта. Все. То есть, pipeline запускается именно в том ключе, что у вас, что вы здесь и написали. Так. Ну, да, по шагам повторим просто, что основные понятия в платформе — это workspace, клонирование, pipeline, сервисы, плагины, секреты и registries. Какие минусы? Какие минусы? То есть, ну, можно сказать, что проект крутой, все классно, но на самом деле минусы пока есть, и их тоже немало. Это то, что проект до сих пор еще в бете, то есть это версия 0.8.1 последняя. К концу года вроде как ребята собираются зарелизить это дело, ну, сделать версию именно уже 1.0, то есть, которая уже в принципе будет считаться стабильной, но пока еще не совсем. Сейчас именно в процессе некоторых изменений достаточно слабая документация. та директория plugins.drone.io, которая есть, она, ну, не включается в все плагины. И сейчас там есть разногласия у разработчиков по поводу того, что все плагины, которые будут в директории, которые именно такой community based, они должны быть написаны на go. Ну, то есть, одно из условий, видимо, для поддержки возможности, видимо, еще для чего-то. Но если вы захотите использовать это для своих целей, пишите на чем угодно. То есть, то, что знаете, то используйте. То есть, мы используем вообще bash там для ряда случаев, его хватает вот так. Нет какого-то дашборда, но это больше минус со стороны, если это большой проект, действительно, да, то есть, очень много команд задействуют. Есть, к примеру, delivery manager, который хочет видеть всю картину именно сверху, как проходят конкретные там микросервисы, билдятся, или еще как у вас устроен проект, то здесь возникает сложность, что каких-то инструментов визуализации пока еще нету. То есть, проект, ну, возможно, от него требовать пока этого еще нельзя. нет мультиагентных билдов, я это добавил, это уже такое, может быть, сравнение, что, ну, да, здесь нету. Иногда возникает ситуация, когда вам нужно начать билд в одном агенте, потом в каких-то условиях, чтобы он продолжился на другом. То есть, у Jenkins'а есть стэш, вы можете мастер отправить некий артефакт, потом его вытащить и что-то с ним дальше делать. Я лично как бы с этим не сталкивался сильно, поэтому в наших проектах нужды такой не было. Поэтому можно сказать, это не сильный минус. Ну, сейчас у них готовится Enterprise-версия, это то, что некоторые фиши, они будут платными, да, то есть, именно для Enterprise-а. То есть, что касается глобальных секретов, сейчас вы любой секрет должны будете привязывать к конкретному репозиторию всегда. Ну, возможно, это не так-то сложно сделать, но в некоторых случаях это может напрягать. И глобальные registries. То есть, registry имеется в виду то, откуда ваши будут, к примеру, у вас есть там дрон, определенные дрон-плагины, они будут именно скачиваться. Ну, а какие же плюсы? Ну, для нас это был open-source плюс, может быть, для кого-то это необязательно. Очень легко установить и запустить дрон. Очень легко его расширить при помощи плагинов. Декларативный пайплайн, простой и чистый UI, легковесный, то есть очень минимальный футпринт самого сервера и агентов. И тут такой немножко интересный пункт, то есть он может быть не совсем понятен, но он достаточно важный, как я считаю, что мы очень часто привязываемся к тому, что в системе вот должна быть какая-то фича, что-то надо сделать. Но очень часто не замечаем одну важную особенность, что иногда в системе также важно то, что можно сделать, и то, чего сделать нельзя. То есть ваша система чего-то не позволяет. Она вас направляет сделать что-то одним единственным способом. То есть, к примеру, нельзя подправить что-то быстро в пайплане через админку. То есть у вас все должно быть именно в дрон.емл. Иначе вы, конечно же, все, то есть что-то поправив, вы запомните, но это будет вашим долгом. Скорее всего, вы забудете. А кто-то потом в какой-то момент этот факт всплывет, что ваш пайплайн, он не работает, потому что кто-то поставил там какую-то галочку. В большинстве случаев для продвинутых пользователей, именно для разработчиков, вот всегда возникает желание добавить побольше галочек. Побольше галочек, побольше опций различных бегунков и прочее. Но результат всегда один. Это достаточно плохой юзер-экспириенс. Это тратит время разработчиков, нервы, но никому не доставляет очень большое удовольствие. Пару слов о том, как устроено у нас. Скажем так, у нас есть проект, вот этот самый Nitro, который система для коротких переводов. Система работает уже достаточно давно, длительный период времени, приносит деньги. В проекте уже сидит около ста переводчиков, которые переводят переводы для клиентов, которые пользуются нашим сервисом. И проект исторически был написан именно на таком стеке. Это был Monolith, именно Java, Spring Boot и GVT. Если кто знает, что такое GVT, было бы интересно. Достаточно старый проект Google, Google Web Toolkit назывался, сейчас они открестились от названия, но у нас до сих пор используются. И для всего этого мы использовали App Engine. App Engine — это поаз, по сути, поаз именно от Google, который позволяет не заморачиваться о каких-то вещах, касаемо load balancing и прочих вещей. Сейчас мы решили это дело немножко расширять, потому что там появились определенные бизнес-причины, что мы увидели, что есть конкурент, который уже сделал подобный сервис, но гораздо лучше и захватил определенную часть рынка. Но для нас он показал, что рынок есть, потому что в какой-то момент мы думали, что система работает, что-то с ней более-менее все хорошо, но возможно, что рынка нету, зачем нам ее дальше дорабатывать. Мы поэтому занимались вещами, писали генератор видеороликов, к примеру. И мы сейчас решили это дело немножко расширять. То есть у нас есть цели определенные, то есть определенные, назовем такие, кипоис, которые мы хотели бы достигнуть в проекте. Соответственно, мы решили, что будет хорошим шагом. Сейчас это дело немного попилить, тем более, что у нас отлично здесь все распиливается на части. И мы взяли за основу Google Container Engine как платформу. Это Kubernetes, который уже менеджится Google. И мы активно используем сервисы Google. Это Google Cloud Services, Cloud SQL. Это аналог к Amazon, по-моему, как он называется, RDS, да? А, RDS, да. PubSub это MessageQueue и Storage это аналог S3. Вот. Собственно, pipeline, вот я приведу, здесь у нас достаточно такой простой, то есть что-то билдится, прогоняются тесты, потом происходит publishing, у нас есть staging environment, production. Ну, на все это дело идут некие нотификации. детальнее это выглядит вот так. То есть, не знаю, тут видно, не видно, наверное, не очень видно. Ну, в общих словах, то есть разработчики что-то разрабатывают, код у нас хранится весь на GitHub, дрон крутится в Kubernetes на Container Agent, есть дрон-сервер и агентов куча какая-то. Происходит сборка, сначала выкладывается на staging environment, ну, тут разделение у нас есть, монолитная часть, есть то, что мы попилили на сервисе, есть production часть. В качестве реестра для Docker Images используется Google Container Registry. Собственно, достаточно все просто. Сейчас я вам попробую показать, как выглядит немножко вживую это дело. Так, давайте я начну с примера. С примера. Небольшого примера. Все видно? Так, пример такой, то есть это вот, нет, давайте я вам следующий покажу. Касаемо плагинов, то есть в нашем случае, то есть вот у нас была необходимость деплоить наш проект, сделать, именно собрать pipeline, который деплоил бы наш проект в Google App Engine, то есть подходящего плагина не было, к сожалению, мы написали свой, который занимает 26 строк кода, но все, что он делает, то есть плагин написан на баше, то есть вы можете сделать точно такой же, и у вас будет в принципе все так же работать, который что делает, просто берет то, что у нас уже там протестированный код, и просто его закидывает в App Engine одной команды, такой плагин, есть еще плагин для Kubernetes, который у нас, да, тоже крутится, примерно такой же, тоже никаких излишек, все на баше, и ну, я собрал небольшой звездолет здесь, да, для демонстрации, именно какой-то пример, в принципе это все выложено на гитхабе, будет именно под моим аккаунтом, Continuous Delivery with Drone, вы сможете найти, кому интересно, пример пайплайна, вот он, это собственно момент прокеширования, то есть таким образом у нас происходит восстановление кэша, который хранится на волюме, где-то у нас устанавливаются зависимости, происходит, дальше мы сохраняем наш кэш назад на диск, запускаем тест, ну и потом происходит publish, то, что мы собрали уже в Google Container Registry, и дальше собственно два варианта, либо у нас это попадает сразу на staging, либо отдельный build step, который говорит о том, что вот данный конкретный build мы можем запромоутить именно в production, ну и плагин для Slack, который у нас срабатывает всегда, то есть просто по любому ивенту, это либо success, либо failure, неважно, мы все видим через Slack, и собственно как выглядит сам дрон, то есть вот я в репозитории на гитхабе я выложил настройки, то есть если вы захотите запустить, то есть вы можете поднять мини-куб, кто в курсе или не в курсе, это кубернетис, который вы можете запустить локально, именно как виртуальную, она запускается как виртуальная машина, то есть и там запустить вот такой мини-тестовую среду и погонять этот дрон. Там же есть помимо самого дрона GT платформа, так как вы не можете в принципе запустить билд без того, чтобы вам вызвался вебхук, то есть потому что билд происходит по вебху, по коммиту. Собственно таким образом. Сам дрон ну чтоб уже не было так, что просто про что-то рассказал, выглядит таким образом, то есть опять же это будет есть в примере, который опубликован на гитхабе, мы к примеру можем перестартануть какой-то билд. примере опять же так в примере, в примере, в примере, давайте посмотрим. Так, ну это вот наш билд очень быстро просто пересобрался. Там пример в том, что есть сервис Pubsub, ему засылается некое событие, и оно тестом, грубо говоря, просто подхватывается данное событие, и мы там видим, что произошел какой-то ивент. Собственно как-то так. Сейчас, минуту. надо вернуть назад. и пара моментов, которые я хотел сказать именно в summary. То есть, что, то есть, некие такие takeaways, в каких случаях, ну, то есть, повторится, может быть, когда проект используется или нет, ну, или вообще, то есть, о чем дрон. Дрон про то, что очень легко его стартануть, запустить, про то, что очень легко его расширить и использовать именно в вашем конкретном случае, в вашем конкретном пайплайне. Дрон в большинстве случаев достаточно стабилен. Если у вас небольшая команда, это однозначный ваш выбор, то есть, вам очень просто будет его поднять и использовать, но пока еще на данный момент он не совсем готов для больших команд. То есть, это его такая проблема. И в качестве места заключения я бы, наверное, хотел сказать такую мысль, то, что ну, дрон дроном, ладно, но в большинстве случаев, то есть, на месте дрона может быть любая другая система. Тут есть такой философский момент, что мы очень часто стоим перед выбором тех или иных технологических решений, использовать или не использовать. То есть, иногда возникает то есть, в нашем примере было очень много чего-то хочу. То есть, какого-то из разряда, что вот нам это не нравится, давайте попробуем что-то другое. Нечто, какой-то эмоциональный позыв. Не всегда он оправданный, не всегда. Но, собственно, ну, не мы одни, да, то есть, иногда возникает какой этот пример, фатальный недостаток называется, да, когда в какой-то системе есть фатальный недостаток, надо сделать либо свою, либо что-то вообще, какой-то забезти свой велосипед. Ну, я думаю, все когда-то или до сих пор пишут свои велосипеды, да, но про что я хочу сказать, что хочу вот это что-то сделать по-другому. Важный момент, что это дает вам какой-то такой мотив что-то поменять, то есть, попробовать по-другому. О, там, в новом проекте давайте мы не будем париться с этим Дженкинсом и попробуем, например, дрон. Но вы всегда должны думать о том, что насколько это может быть применимым в контексте, насколько это может быть применимо для других и для бизнеса в целом. Может ли это дать какие-то определенные плюсы. То есть, если вы найдете как бы то, что это действительно даст некий бизнес-вэлю, именно бизнес-вэлю компании, то, что это сделает людей в вашей команде более счастливыми, им будет проще заниматься вещами, которые не связаны, к примеру, с пайплайном. Ну, к примеру, это в нашем случае были. Вы можете придумать массу других вещей. Кто-то в QA, кто-то в разработке. То у вас, в принципе, все получится. Не бойтесь пробовать новое, не усложняйте. Идеальных инструментов не существует. Если оставить все как есть просто, то в результате он придет за вами и будет не очень хорошо. У меня все. всем спасибо. Спасибо, что пришли. Если есть какие-то вопросы, то у нас еще время есть? Есть? То задавайте. Спасибо за доклад. Подскажите, вот если вспоминать тот же самый Дженгенс, когда у вас есть мастер и агенты, которые постоянно 24 на 7 ранятся, как правило. Я понимаю, что разные ситуации бывают, но как правило это так. То с дроном есть возможность, например, поднимать и параллелить билды за счет вот этих вот агентов, которые могут в контейнере подниматься сотнями, тысячами. Не пробовали ли вы, не смотрели ли вы в сторону, когда вы на ГКЕ, допустим, поднимаете, параллелите таким образом эти билды, потому что вы можете поднять их в контейнеров просто очень большое количество и вам это Google Cloud дает это сделать. Ну, мы пробовали в контексте, то есть именно вы имеете в виду, что запускать динамически, да? Смотрите, на самом деле это фишка не только дрона, то есть это как бы мы запустили именно в ГКЕ, то есть да, у нас существует несколько собственно инстансов подов Drone Agent, но то же самое позволяет Дженкинс сделать, то есть есть даже плагин, который позволит динамически тоже запускать это, то есть это уже такой подход, то есть сама платформа, она как бы не налагает каких-то не говорить ни за, ни против, то есть это мы так развернули его. Скорее она более нативна для этих вещей. Ну, она, да, она где-то более нативна может быть для этих вещей, нежели чем Дженкинс, у которого там архитектурно немножко другие моменты. Спасибо за ответ на предыдущий, в том числе вопрос, я только не до конца понял, а как в дроне настраивается вот этот факт того, что агенду нужно динамически поднимать? Вот здесь в примере было конкретно, что агент вот прям пришит гвоздями и он законнектился к мастеру, а как сделать так, чтобы он там еще один ряд поднялся? То есть в процессе именно сборки, да? Хороший вопрос. Ну на самом деле никак, то есть простой ответ никак, потому что смотрите, pipeline стартует именно с клонинга какого-то, то есть вы можете в процессе например, вернее, когда уже пошел агент начал что-то делать, то есть это уже получается клонирование, то есть уже есть конкретный агент и есть конкретная среда. У нас получается есть просто пул существующий, то есть просто вот какое-то количество подов под это выделено, там, к примеру, пять, то есть нет такого, что мы вот запустился процесс и он динамически подключил, сделал еще один под, то есть такого нету. Пока даже такого решения как такого ну я не встречал например. Ну вот как раз Jenkins так умеет делать. Jenkins, да, через плагин именно, потому что там идет разделение. Возможно здесь что-то придумается такое, но пока нету, то есть пока вот к сожалению динамически так не получается, то есть поэтому у нас хранится некий пул агентов, ну вот так. Я понял, спасибо. Второй вопрос связан с тем, можно ли передать из одного степа в файлплане в другой какие-нибудь данные через переменное окружение? Между степами, то есть все в воркфлоре, то есть воркфлоре туда записываем все, что хотим и через него уже читаем, что хотим. А вот например, когда уже есть готовый плагин вроде там Docker Build плагин, вот хочется ему передать например номер версии. там номер версии имеется в виду вот того плагина, который там. Например, я собрал приложение, у этого приложения какой-нибудь офигенный номер версии с очень длинным названием кастомным. И мне хочется, чтобы Docker контейнер собрался вот именно с этой версией. Ну, по-моему, сейчас, то есть есть там базовое переменное окружение, которое всегда в любой пилд степ загоняется, но такой возможности сейчас тоже нету, то есть это надо либо делать именно через workspace, через workspace, через промежуточный файл, назовем вот так. Ну, тут скорее имеется в виду, что вот, к примеру, у нас там что-то собралось, есть какая-то версия специально сгенерированная, и мы хотим теперь вот сделать Docker image и его вот именно с этой версией. Правильно я понял, да? То есть его конкретно пример, то есть есть git describe tags, который выдает там маленький номер тега, и если это не конкретно тег, то он еще там хэшик сокращенный выдает, вот, и как раз это очень удобное обозначение диверсии. А если стандартный... По хэшу коммита самого гид? Да, хэш коммита, но он такой небольшой и аббревированный до шести символов. Конкретно этот случай можно реализовать таким. То есть там есть, например, передается переменная, и ее... Я не рассказал про механизм субститюшенов, так называемый, то есть там можно, например, обрезать, указать, что вот мы используем из гид... Сейчас я покажу пример назад. вот в нашем случае, например, вот тут вот, да, то есть мы используем его полностью, например. А как срезать? А срезать там можно, по-моему, указать вот таким образом. Там 0, 6. О, магия. Да, и все, у вас будет такой маленький, соответственно. Супер, ну, хоть что-то, спасибо. Ну, это вот, я понимаю, конкретный такой кейс, но вот для общих, если мы каким-то образом сами там сгенерировали что-то, то здесь придется извращаться уже. Спасибо. Интересный вопрос. Могу рассказать? Несколько... 0. А с какого года достаточно давно. На самом деле имя было другое, я нашел это сокращение, никто не использовал, написал, ребят, дайте мне. Они сказали, пф, рехся. А? Ну, конечно, а у них есть name restriction, то есть если есть имена, которые просто за это, как это, name squatting, да, то есть кто-то заскватил его, то есть можно всегда прийти и попросить их, а, ребят, дайте мне. могут отказать, но мне не отказали. Пару вопросов. Во-первых, насколько мощный рестовый API у дрона? Есть ли он вообще и насколько он мощный по сравнению с каким-нибудь GitLab'ом при всей его своеобразности? API есть, он нормальный в плане рестовости, достаточно мощный, то есть получается как? В принципе, вот этот command line интерфейс, он общается именно по рест API с самим дрон сервером. Минус, он очень плохо задокументирован. Ну, я так понимаю, что туда же можно передавать параметры при необходимости, этот вопрос про версии. Да, 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 Ну, то есть она уже более детально читает, то есть в принципе API, то есть основа такая, что API в итоге позволяет сделать все, да, то есть все, что есть в дроне. И второй такой гипотетический вопрос. Если бы сегодня это решение принималось с учетом наличия pipeline'а в Jenkins'е втором, вы бы все равно сделали этот переход или нет? Сложно сказать. то есть, понимаете, это всегда в таких вещах есть такое понятие momento, да, то есть что, то есть окажись мы сейчас в такой ситуации, но мы бы думали, то есть пришлось бы изучить еще раз, да, то есть что есть, нового в Jenkins'е, что есть нового, может, в каких-то других решениях. И это как, ну, то есть это происходит везде, это не только в технических вещах, в бизнесе точно так же. Вот, поэтому мы бы, на самом деле мы бы думали, мы бы посмотрели, что есть еще, какие варианты. Я по-другому спрошу, есть какие-то недостатки, существенные по сравнению с Jenkins'ом, чего-то, чего вам не хватает? На самом деле сейчас всего хватает, то есть лично в нашем случае, то есть каких-то таких, того, чтобы, как это, что-то доставляло нам большую боль, таких точек на данный момент нету. Возможно, они появятся в будущем, но это будет point для чего, либо что-то написать и законтрибьютить, например, ну, либо отказаться от этого в пользу какого-то другого решения. Не уверен, что это может быть Jenkins, не Jenkins, но тут будем смотреть. На самом деле я за любые решения, которые именно подходят вам конкретно. Универсальных решений нет. И тут нужно понимать, что у каждого решения свои плюсы и минусы. Вот как-то так. Все. Все. Всем спасибо большое.